Всем доброго времени суток в эфире Инсталайф. Это прямой эфир для абитуриентов. Сегодня поговорим о вступлении в высшую школу международных отношений и востоковедения Института международных отношений Казанского федерального университета. На все ваши вопросы с большим удовольствием ответят. Марат Зуфарович Гебадуллин, доцент кафедры международных экономических отношений. Рустам Нариманович Чанышев, старший преподаватель кафедры международных отношений мировой политики и дипломатии. И Ирина Радиковна Усманова, старший преподаватель кафедры алтаистики и китая ведения. Напоминаем, уважаемые абитуриенты, что свои вопросы вы можете задавать в инстаграм-аккаунте Казанского федерального университета. Ну а прежде чем мы перейдем к блоку вопросов, я предлагаю нашим уважаемым гостям рассказать немножечко о том, что из себя представляет Институт международных отношений КФУ и что конкретно Высшая школа международных отношений и Востоковедения? Во-первых, я хотел бы приветствовать всех наших уважаемых слушателей и рассказать немножко, буквально несколько слов о нашем институте. Институт международных отношений – один из крупнейших институтов Казанского федерального университета и один из старейших. Ну, Востоковедение в Казанском федеральном университете вообще имеет очень давнюю историю, более 200 лет насчитывает. Поэтому наши корни нашего института, в общем-то, относятся к тем далеким временам. Тем не менее, несмотря на это, наш институт очень современный, очень модернистский, очень расположен к самым современным инновациям и прогрессу, поэтому в нашем институте сочетаются и старые традиции, заложенные еще нашими далекими предками, выдающимися учеными Казанского федерального университета, но и современными модами, модами, современными веяниями, которые пытаются продолжать внедрять уже современное поколение наших преподавателей. В институте международных отношений существует три высшие школы. Наша высшая школа – это международных отношений и Востоковедение. Но из самого названия понятно, что здесь два больших блока присутствуют – это международные отношения и Востоковедение. Но с 2020 года в рамках Института международных отношений и Востоковедения существует еще одно новое направление подготовки, о котором, несмотря на его молодость, тем не менее, уже хорошо известно – это экономическое направление. Более подробно о нем я вам расскажу несколько позже, а сейчас я предоставлю слово нашим коллегам, которые тоже что-то могут добавить. Здесь я представляю как раз-таки направление Востоковедения – африканистика. Я сама китаист, сама тоже в свое время окончила это направление, теперь уже преподаю. И здесь вот Марат Зуфарович уже отметил то, что Востоковедческая традиция – она очень давная. К слову, кафедра алтаистики и китаеведения, она берет свое начало более 180 лет назад, когда была открыта первая в России кафедра китайской словесности, ну и это была вторая в Европе кафедра подобного направления. Соответственно, Казанская школа Востоковедения, она славится не только в России, среди других университетов, но и среди наших зарубежных коллег тоже. Востоковедческое направление включает в себя порядка более 10 восточных языков. Это китайский, корейский, японский, турецкий, арабский, хинди, суахили и так далее. То есть здесь, в принципе, мы можем предоставить большой спектр языковой подготовки. Ребята-востоковеды, выпускающиеся, далее становятся прекрасными специалистами в очень широких областях. То есть это могут быть преподаватели, это переводчики, это менеджеры, это представители, в дальнейшем представители дип-миссий за рубежом и так далее. Ну, если кратко, то примерно так. Спасибо. Еще раз здравствуйте, меня зовут Чанышев Рустем Наримович. И я представляю направление «Международные отношения». И в контексте этого направления у нас есть три профиля. Это международные отношения, международная мировая политика и международный бизнес. И международные отношения и топливная энергетическая безопасность. Я хочу сказать, что с гордостью рад участвовать в этом сегодняшнем нашем собрании. И рекомендую именно наше направление, поскольку здесь есть и языки, и история международных отношений, и теоретика, методологические аспекты международных отношений, которыми я непосредственно занимаюсь. И современная политика, и дипломатия. И у нас есть все инструментарии интеллектуальные, практические, теоретические, благодаря которым мы можем выпустить квалифицированного специалиста в области международных отношений и будущего дипломата. Большое спасибо за такое подробное приветственное слово. И я предлагаю начать с самого популярного вопроса абитуриентов. Сколько бюджетных мест на каких направлениях бакалавриата имеется в институте? Что касается востоковедения и африканистики, то у нас порядка 50 бюджетных мест в этом году. У нас 20 бюджетных мест. Магистратура тоже 20 бюджетных мест. И на завученную магистратуру 10 мест. У экономистов несколько все сложнее, поскольку мы экономисты, мы все считаем. У нас, поскольку три направления подготовки, одновременно мы охватываем собой и международные отношения, и востоковедение, и, собственно, направление экономика. Поэтому сначала я все-таки скажу несколько слов о том, как вообще построена наша структура. Поскольку направление подготовки экономики у нас сравнительно новое, то оно у нас разделено на три больших блока. Первый блок, основной, это направление экономики. Здесь у нас представлен профиль экономика стран азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества. Второе направление подготовки, которое тоже является экономическим, это направление подготовки востоковедения и африканистика, но внутри него сидит профиль подготовки экономика и международные экономические отношения стран Азии и Африки. И вот в рамках этого направления мы готовим востоковедов и африканистов с углубленным изучением экономических дисциплин. И третий блок – это международные отношения, это направление, а внутри этого направления есть отдельный блок, тоже экономический, где изучаются углубленные экономические дисциплины. Называется этот блок внешнеэкономические связи и международное сотрудничество. И вот в рамках этих трех направлений подготовки, ну и трех профилей подготовки, у нас, соответственно, на международных отношениях профиль внешнеэкономические связи и международные отношения пять бюджетных мест, на направлении экономика, профиль подготовки экономика и экономик стран Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества 16 бюджетных мест, и на направлении подготовки востоковедения и африканистика профиль подготовки экономика и международные экономические отношения страны Азии и Африки, семь бюджетных мест. Вот так выглядит наша раскладка. До какого числа идет прием подачи документов на бакалавриат? Здесь, наверное, мы не владеем самой актуальной информацией. Просто, чтобы не соврать, лучше обратиться на сайт КФУ. Двигаемся дальше. Есть у нас вопрос, на какое направление традиционно бывает самый большой конкурс, но, я так понимаю, это, скорее всего, те направления, где больше всего бюджетных мест? Я могу сказать, что наши профили пользуются огромной популярностью, и коллеги мне не дадут соврать. Международные отношения – это актуально, это интересно. И языковая подготовка, теоретическая подготовка, практическая подготовка на высоком уровне находятся, но у всех направлений, у всех профилей есть своя интересная специфика. И международные отношения, как бренд, и Институт международных отношений, как бренд, он существует и притягивает огромное количество студентов. Что касается направления высоковедения африканистика, то, как правило, ребята к нам поступают, не выбирая профиль. Профили – это языки и литературы страны Азии Африки, или экономика страны Азии Африки, или история страны Азии Африки. То они больше отталкиваются от языка. И, собственно, большинство сейчас ребят к нам идут на корейский язык, японский язык, китайский язык. И если говорить о среднем проходном балле, то в прошлом году нижний порог на бюджет – это был порядка 266 баллов. Ну, что касается экономики, то здесь нужно отметить, что у нас вообще все направления очень популярны. Почему? Потому что экономика – это реальная специальность. То есть мы готовим реальных специалистов, даем реальную профессию. Экономика – это профессия. Поэтому любая экономическая дисциплина, любое экономическое направление у нас завершается в итоге получением профессии, реальной профессии. На направлении экономика, соответственно, вы получаете профессию экономиста. Если же вы поступаете на направление востоковедения, но выбираете профиль экономика и международные экономические отношения страны азии африки то в перспективе вы тоже сможете стать экономистом потому что у нас уже сегодня существует магистратура во все три экономических профилю нас как бы заплаты в виде магистратуры где также имеется уже на сегодня открыто два профиля подготовки они являются чисто экономическими поэтому обучаясь и на направлении экономика и на направлении востоковедения африканистика но профиль экономика международные экономические отношения страны Азиафрики, и на направлении международное отношение, но профиль внешнеэкономические связи и международное сотрудничество, вы в любом случае, при желании, сможете поступить в магистратуру на направление экономики и в результате получить профессию экономиста. Но наши экономисты, конечно, будут отличаться от экономистов, которые готовят другие институты, высшее учебное заведение, потому что сфера деятельности наших экономистов, она очень специфична и очень интересна. Это международные экономические связи и внешнеэкономическое сотрудничество с иностранными государствами. То есть мы не лезем в бухгалтерию, в налоговую систему, мы определили свою нишу вот таким конкретным направлением. Это международное экономическое сотрудничество с иностранными партнерами. А поскольку экономические отношения России развиваются очень активно и со странами Востока, и со странами Запада, и уж тем более со странами Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, а Россия является членом этого интеграционного объединения, и поэтому специалисты, которые смогут продвигать российские интересы, интересы российских компаний на рынке этих стран, конечно, всегда востребованы и всегда встречаются на ура, будь то органы государственного управления, будь то компании, предприятия, либо иностранные компании, которые работают в России, но представляют государство этих регионов. Поэтому все наши направления очень популярны, желающих у нас всегда очень много, и мы с удовольствием вас приглашаем тоже в этом году поступить на наш профиль подготовки. Но есть одна очень важная особенность. Для того, чтобы стать экономистом, поступить на экономические профили при заполнении анкеты и подаче заявления, необходимо конкретно указать, что вы выбираете именно этот профиль подготовки, будь то направление экономика, будь то направление востоковедения и африканистика, будь то направление международное отношение, обязательно нужно указать название нашего профиля. Тогда вы точно поступаете на экономический профиль подготовки и, соответственно, получаете специальность в профессии экономиста. Какие языки будут изучаться на факультете антропологии? Какие минимальные баллы на бюджет на антропологию? И вот такие вопросы есть у нас, которые интересуют поступающих. Направление антропологии относится немножечко к другой высшей школе, поэтому, наверное, к сожалению, мы не сможем ответить на этот вопрос. Понимаю, понимаю. Какие документы нужны при подаче заявлений на коммерцию и до какого числа принимаются документы на коммерцию? В очередной раз. Точно так же можно зайти на сайт. Лучше получить информацию непосредственно с сайта, либо у специалистов непосредственно. Какие экзамены ЕГЭ нужны для поступления на международные отношения? Учебное знание, история, английский язык, русский язык. И я бы хотел обратить внимание наших, тех, кто нас смотрит, чтобы, может быть, какие-то будут вопросы по поводу формата обучения, процесса обучения, непосредственно тех навыков, которые мы вам предоставляем. И смело задавайте вопросы по этому поводу. Все технические моменты, потому что мы являемся активными действующими педагогами, все технические моменты, их очень легко можно уточнить на сайте КФУ и на сайте непосредственно того института, куда вы их планируете подать документы. Сколько пар в среднем бывает в день у студентов? Ну, вот так у нас уже преподаватели. Наверное, в принципе, знаете. Три-четыре пары обычно студентов предусмотрены в день. И это достаточно насыщенный график, особенно на первом курсе, но не слишком тяжелый. Пары разноплановые, интересные. Если брать первый курс на направлении международных отношений, то это теория международных отношений, это дипломатия, это современные международные отношения и, естественно, всеми любимые языки. То есть одновременно идет один иностранный язык, английский язык, и дополнительно может быть турецкий, может быть испанский, немецкий и другие языки. Пары насыщенные. Учиться очень интересно. Коммуникация с иностранными студентами тоже очень интересная. И педагоги стараются вкладываться по максимуму в процесс обучения. Что такое, собственно говоря, вот эти три-четыре пары? Это лекции, где непосредственно ведущую роль играет сам преподаватель, и семинары, на которых это то поле, на котором уже играют сами студенты, а преподаватель вступает в контексте судьи. Все это проходит очень насыщенно, интересно, и если потрудиться, то можно получать от этого и пользу, и удовольствие. Вопрос такой немножко подумать, поразмешать. Насколько востребована профессия востоковеда в наше время, и кем, собственно, будет работать выпускник? Пожалуй, отвечу на этот вопрос. Это очень хороший и правильный вопрос, и у нас задают его очень часто, когда к нам поступают. На самом деле не стоит пугаться названию востоковед-африканист, да, что это такое, с чем его едят. Ну, пожалуй, начну с того, что у нас обычно ребята, когда выпускаются наши востоковеды, они за лето, за первые два месяца после выпуска, они все находят работу. Причем работают в большинстве своем по специальности. Кем они могут работать? То есть тут, на самом деле, достаточно широкий спектр профессий. Они могут смело работать преподавателями не только в школах, но и в высших учебных заведениях, если они окончат магистратуру еще при этом. Они могут работать в международных организациях, менеджерами и так далее. То есть у нас таких ребят очень много, причем очень много ребят в дальнейшем устраиваются именно за рубеж работать. Очень много ребят у нас устраиваются в консульство, в посольство, в торговые представительства. На данный момент у нас есть выпускники, которые работают в генконсульстве Ирана в Казани, Китая. Есть несколько торговых представителей Республики Татарстан в Стамбуле, в Анкаре. Есть также у нас ребята, которые работают в посольстве России в Корее. То есть у нас, в принципе, ребята и в этом направлении тоже очень хорошо устраиваются. И здесь еще хотелось бы отметить, что к нам часто обращаются на кафедру, на наши кафедры, скажем так, работодатели с тем, чтобы мы помогли им подыскать сотрудников со знанием восточных языков. То есть поэтому, в принципе, у нас спрос всегда большой. Мы не успеваем, честно говоря, даже его нашими выпускниками покрывать этот спрос. Поэтому здесь вы без работы не останетесь. Поскольку экономические связи России со странами Востока сейчас очень активно развиваются, политика президента Владимира Владимировича Путина направлена на то, чтобы развивать сотрудничество со странами Востока, то, конечно, специалисты, востоковеды с углубленным знанием экономики и иностранных языков, конечно, будут востребованы. Уже мы вот на следующий год выпускаем, первый свой выпуск делаем. Уже все они расписаны у нас, на них на всех уже есть заявки. Поскольку в каком бы регионе вы ни проживали, в каком бы уголке России вы ни находились, везде есть предприятия, которые ведут внешнеэкономические связи, устанавливают деловые контакты с иностранными партнерами. Поэтому специалисты, конечно, этого направления, этого профиля подготовки всегда будут востребованы. Ведут ли пары иностранных языков настоящие носители языка или все это преподаватели просто? Да, у нас есть много носителей, как раз-таки преподавателей восточных языков, и они тоже так же ведут у наших ребят. Единственное, как бы на первом курсе мы стараемся ребятам отдавать наших преподавателей русских, скажем так, которые помогут легче, наверное, начать изучение базовой основы языка. С курса второго у нас как раз-таки уже активно подключаются наши преподаватели-носители и сопровождают ребят в обучении уже до конца всего обучения, до выпуска. Что касается международных программ сотрудничества, возможно ли уехать стажироваться на первом, на втором курсе, например, если хотят продолжить обучение? Здесь, пожалуй, тоже я отвечу, так как это моя зона ответственности. У нас очень много сейчас заключено соглашений с зарубежными вузами, и в рамках этих соглашений как раз-таки как минимум через академическую мобильность ребята у нас могут уехать стажироваться за рубеж. На первом курсе, как правило, мы ребят не отпускаем, потому что здесь все-таки еще на первом курсе уезжать может быть немножко страшновато, да, то есть еще база может быть не такая вот хорошая, языковая в первую очередь, потому что если мы говорим про восточные страны, то там английский, как правило, не спасает, то есть там нужен именно восточный язык. С курса второго мы уже ребят такими достаточно большими группами отправляем, это достаточно большой список стран, это и Марокко, и Египет, и Китай, и Южная Корея, прошу прощения, Япония, Вьетнам, ну и западные страны тоже. То есть у нас, например, ребята-востоковеды не обязательно едут в страну изучаемого региона, то есть вот наши востоковеды, например, китаисты, точно так же сейчас едут на востоковедческие направления во Францию, в Германию, вот у меня как раз-таки есть девушки, которые сейчас оформляют документы, поэтому здесь список достаточно широкий, и все наши студенты, здесь уже даже неважно какое направление, международные отношения или востоковедение, они как минимум раз за все время обучения у нас бывают на стажировке, некоторые по два раза ездят. Наверное, действительно, на первом курсе нужно такую непосредственную акклиматизацию пройти для студентов, и не спешить, сориентироваться в новом учреждении, в новом пространстве, в новом образовательном пространстве, и в последующем наше, конечно, Институт международных отношений, он предоставляет такую возможность, возможность стажировок, и даже поощряет в значительной степени. По поводу носителей языка, я полностью согласен с коллегой, и есть носители языков, и для иностранных студентов коммуникация зачастую бывает очень сложной на первом курсе обучения, поскольку я непосредственно встречаю их на первом курсе обучения, чтобы осуществить интеграцию между собой и со мной, я им даю такую возможность, если у них есть достаточный уровень знания языка, выступать, допустим, на английском языке. Потому что английский язык, он в любом случае всегда пригодится, это могут делать и носители языка, и русскоговорящие могут говорить для того, чтобы улучшить свои коммуникативные навыки. Поэтому, если вы хотите это сделать в английском, то вы можете попасть на плату и сделать это в английском. У вас есть абсолютно solid возможность, чтобы это сделать. Чем факультет международных отношений отличается от факультета международных отношений и мировой политики? Вот такой вот вопрос задают в нашем чате. Ну вот у нас есть кафедра. Это же кафедра. Кафедра. У нас есть институт международных отношений, вот тут коллеги кафедра алтаистики, Арзуфарыч, все аспекты, связанные с экономикой, представляет. Я представляю кафедру международных отношений, мировой политики и дипломатии. И те три профиля, которые я первоначально обозначил, они закреплены как раз за нами. То есть это кафедра. Кафедра международных отношений, мировой политики и дипломатии. Если разобрать вот эти три составляющие международных отношений, то в общем понимание, что такое система международных отношений, как ее изучать, как к ней относиться. Если мировая политика – это одна из составных частей международных отношений, а дипломатия – это инструмент коммуникации на официальном уровне между крупными и некрупными государствами. Для поступления на востоковедение нужны ли какие-либо знания восточного языка или все с нуля, в принципе, преподается? Тоже очень хороший вопрос, популярный достаточно. В принципе, в целом большинство ребят к нам поступают без знаний восточного языка. Для того, чтобы к нам поступить, достаточно сдать 3 ЕГЭ на хорошем уровне – это русский язык, история, английский язык. Далее ребята у нас начинают, как правило, с нуля. Но у нас с каждым годом все больше и больше появляются таких ребят, которые уже до этого в школах изучали или с репетитором изучали язык. И здесь, в принципе, им тоже не так сложно интегрироваться в наш процесс обучения. Почему? Потому что, во-первых, для ребят, у которых есть уже какие-то знания, преподаватель, как правило, разрабатывает уже дополнительные материалы, чтобы этому студенту не было скучно на занятиях. Кроме того, студент, как правило, точно так же ходит со всей остальной группой на занятия по языку. Почему? Потому что все-таки, в отличие от школы репетиторов, мы все же даем более углубленные понятия языка. То есть здесь студент может закрыть какие-то пробелы в обучении или, в принципе, узнать новую для себя информацию. То есть это тоже лишним не бывает. И поэтому в целом это не скучно. То есть ребята у нас, как правило, тоже, вот знаете, проходят первый семестр, то есть это первые полгода обучения. И, в принципе, все то, что он учил до этого, вот за первые полгода мы успеваем давать это остальной части группы. И, соответственно, со второго семестра, с зимы, он уже примерно на том же уровне, что и остальные ребята, и дальше продолжают просто учить язык. Да, я немножко тоже добавлю. Но на направлениях международного отношения и востоковедения наши абитуриенты сдают те же самые экзамены ЕГЭ. А что касается направления экономики, то здесь, естественно, ситуация немножко будет другой. Поскольку на направление экономика нужно сдать ЕГЭ по математике профилю, русскому языку. И в этом году новшество введено. Либо обществовение, либо иностранный язык на выбор сдают абитуриенты. Вот это будет особенность для тех, кто поступает на направление экономика. Профиль, внешнеэкономические связи и международные отношения. Но что я хотел еще один момент добавить, что часто пугаются абитуриенты, которые не интересовались, не интересуются экономикой и которых привлекают другие направления подготовки. Но не надо бояться слова экономика в наших профилях, а они есть и у востоковедов, и у нас. Не бойтесь слова экономика, потому что в данном случае мы с вами изучаем теоретическую экономику. Теоретическую экономику. Ну и как говорил Пол Самуэльсин, известный американский экономист, научите попугая говорить спрос и предложения, и перед вами экономист. Поэтому не бойтесь слова экономика в наших профилях, смело подавайте заявление и смело поступайте на экономические профили. Есть ли практика во время обучения, и как она реализована? Здесь, наверное, надо отталкиваться от каждой кафедры, то есть от каждого направления. Вот у нас, например, практики есть у всех, безусловно. На любом направлении подготовки. Если говорить о востоковедении африканистика, об этом профиле, то сначала у нас проходит учебная практика, далее идет производственная практика. То есть не путаем со стажировкой. Стажировка – это нечто отдельное. Практики у нас проходят, если это направление языки, например, то, как правило, ребята у нас учатся, более углубленно учатся переводить на практиках или преподавать. И, соответственно, на старших курсах у нас ребята, как правило, преподают в школах, пробуют себя в этой профессии, или они у нас ездят на предприятия для того, чтобы переводить. То есть у нас, например, есть договоренность с компанией «Хайр». Это китайская крупная компания, которая у нас занимается производством электротехники. И, собственно, им очень часто нужны бывают наши ребята, и мы им предоставляем для того, чтобы они там проходили с практику. Если это историки или экономисты, например, по направлению, то они у нас могут проходить практику в таких предприятиях, как тот же «Хайр». Кроме того, это может быть, например, агентство инвестиционного развития или торгово-промышленная палата «Татарстана», где они точно так же проходят практику. Ну, что касается наших студентов, то они проходят практику, естественно, на предприятии, но это и особенность нашего направления профиля подготовки – это практика ориентированной компетенции. Поэтому наши студенты все проходят, ну, кто обучается на экономических профилях, конечно, проходят практику на предприятиях, но в чем специфика их деятельности заключается? Понятно, что они полностью еще не могут работать в качестве менеджеров и других ответственных специалистов, но, тем не менее, они набираются опыта и работают в сфере коммуникации, деловой переписки, деловых переговоров с иностранными партнерами. Ну, если это экономисты, то они, соответственно, и за какую-то расчетно-аналитическую часть отвечают. Если это востоковеды с углубленным знанием экономических дисциплин или международники с углубленным знанием также экономических дисциплин, то, соответственно, они работают в сфере деловых коммуникаций, деловой переписки и деловых переговоров. Аналогичным образом обстоят дела у нас. То же самое на поздних курсах проходит в госучреждениях. А первые два курса – практика, может быть, на кафедре непосредственно, где студенты учатся использовать информацию, трактовать информацию, сортировать информацию, работать с источниками и коммуницировать друг с другом и, соответственно, повышать свои компетенции. Большой ли объем домашней работы задают в университете? Опять-таки, наверное, попрошу высказаться по кафедрам. Ну, здесь я, наверное, лукавить не буду по восточным языкам. Во-первых, восточные языки – это все-таки не европейские языки, и там необходимо прикладывать немножко больше усилий, чем мы привыкли, изучая, например, в школе английский язык. Просто потому, что это другая ментальность, это другая культура, тесно связанная с языком, и там просто не получится учить его меньше. Домашние задания мы задавать любим, не скрою, но мы все-таки задаем их ровно столько, чтобы ребята успевали их выполнять. То есть, как бы, справлялись с объемом и успевали немножко отдохнуть. Ну, что касается экономистов, то задания, естественно, домашние есть, и без них никак. Но мы, конечно, ориентируем своих студентов на то, что они работают с цифрами, поскольку специфика экономических дисциплин – это расчеты, это работа с цифрами, со статистикой. Поэтому на дом мы в основном даем задания, которые связаны с обработкой статистической информации, базы данных, расчеты и так далее. Но это на семинарские занятия сделать невозможно, потому что и условий нет достаточных, и времени нужно больше, чтобы статистику подобрать. Поэтому такой объемный материал, конечно, он переносится на домашнее задание, но это не значит, что в один день все нужно сделать. То есть, есть специальное планирование домашней работы. Одна часть домашнего задания предполагает сбор статистики, вторая часть домашнего задания предполагает расчетную часть, третья часть домашнего задания предполагает визуализацию полученных данных и представлениях, например, в виде таблиц, в виде графиков, в виде диаграмм и так далее и тому подобное. Поэтому домашние задания, конечно же, задаются, но объем их распланирован таким образом, я думаю, это относится ко всем трем направлениям подготовки, чтобы студенты, естественно, успели выполнить все задания. Потому что никто из преподавателей, поверьте мне, не коллекционирует двойки, они никому не нужны. Главная задача преподавателя заключается в том, и мы все этого желаем, чтобы студенты приобрели определенные навыки, умения, компетенции. Для нас важно, например, чтобы студенты работали со статистикой, чтобы они не боялись больших таблиц, чтобы они умели вычленять важные и второстепенные в этих таблицах, чтобы они могли эти таблицы преобразовать с помощью расчетов и, соответственно, выдать новую аналитическую информацию, которую можно использовать для подготовки статей, обзоров и так далее. То, что положено у нас по программе. Поэтому, конечно, домашнее задание – это необходимая часть учебного процесса, и без нее, естественно, никуда не обойтись. Я бы назвал ту часть, которая на плечи студентов возлагается приемлемой. И, как говорят, Бог не посылает никогда таких трудностей, с которыми не может справиться человек. Поэтому вы молодые, обращаясь непосредственно к вам, у вас огромный интеллектуальный физический ресурс, который позволит вам полностью справиться с тем, ну, достаточно большим объемом информации. Если вы берете языки, знаете, без мифов каких-то английский язык бытовой – это одно, а язык международной коммуникации, особенно его письменный аспект, совсем другое. И к концу первого года нам нужно с вами быть advanced. Это очень большая задача. Поэтому здесь тоже немного другой подход. Английский язык можно учить всю жизнь и не выучить, и никогда в этом аспекте не останавливаться. Чтобы быть хорошим международником, квалифицированным, я полностью согласен с Маратом Зуфарычем, что у нас конкуренция, взаимодействие государств происходит именно больше в экономической сфере, в контексте экономических взаимоотношений. Там они соревнуются, конкурируют друг друга, облагают санкциями, всем остальным. Тут важно знать, для того, чтобы вообще ориентироваться в сфере международных отношений, за этим должен быть огромный бэкграунд знаний. География, даже психология, история международных отношений, теория международных отношений, просто международные отношения, история дипломатии. И над всем этим нужно прекрасно поработать, а потом замечательно поедти на стажировку на втором, на третьем курсе. Это нужно сделать на первых двух курсах. Удачи. Такая мотивационная речь получилась. Есть у нас еще вопросы. Проводят ли лекции представители Министерства иностранных дел и можно ли проходить на базе МИД практику? Что для этого нужно сделать, чтобы туда попасть? На базе Министерства иностранных дел можно проходить практику. Это достаточно непростая задача. Для этого нужно, чтобы у вас были выдающиеся результаты. В рамках моделей различных, которые мы устраиваем, модели ООН, модели ЮНЕСКО, к нам приезжают представители Организации Объединенных Наций, даже представители Министерства иностранных дел, которых можно воочию наблюдать, с которыми можно коммуницироваться, у них учиться. Также огромное количество специальных лекций, ведущих преподавателей. Допустим, если вам интересны европейские государства, если вам интересна исламская тематика, они периодически приезжают, дают лекции, дают мастер-классы, и студентов мы просим постоянно их посещать. Поэтому здесь очень-очень хороший ресурс в этом заключении. Ну что, большое спасибо за столь подробный ответ на все наши вопросы. Если вдруг, уважаемые абитуренты, у вас какие-то вопросы остались, вы можете их всегда задать непосредственно в Институте международных отношений Казанского федерального университета. Ну а на этом мы с вами прощаемся. Оставайтесь с нами. Впереди еще много-много интересных инсталайпов. И впереди много интересных ответов на все ваши вопросы. Субтитры подогнал «Симон»